всем привет вы на канале польза нет меня зовут сани здесь только быстро обзоры и долгие стримы сегодня вопреки всему несмотря ни на что мы снимаем на сам аппарат не 12 light обзор на него что я хочу о нем сказать вот видите здание сзади меня разрушают вот примерно так же разрушили одиннадцатую линейку по мне сяомиты в каких-то местах это хорошо в каких-то местах это плохо в основном разумеется это хорошо потому что дизайн стал похож на яблочный потому что фронталка с автофокусом и снимает она очень даже хорошо но с другой стороны smart стал чуть чуть тяжелее и все эти идеальный процессор внутри такое себе я не согласен но это мое мнение самое главное вы узнаете результаты всех тестов увидите примеры съемки этого аппарата фронталки фото все в обзоре смотрим сегодня вопреки всему несмотря ни на что я как и большинство моих подписчиков телеграм-каналов скидок во время начала распродажи купил вот эту вот штуковину под названием сяоми 12 light спойлер сразу напомню что продавали их под 23 400 сколько сейчас когда вы смотрите ролик я понятия не имею 6 оперативы 28 на борту коробочка стандартно белая значок me и понеслась аналог чего это аналог почти всего что есть на рынке включая сяоми не только здесь у нас есть ключ для извлечения сим-карт разумеется безумный запах химии не всегда он есть поэтому я по-разному реагирую чехол очень романтично пахнущий стандартный пусть он выветрится побыстрее смартфон нестандартно для меня цветной черные раскупили к моменту моей покупки либо этот был дешевле скорее всего даже этот был дешевле тайпсишник почти по центру миниджека не вижу инфракрасный порт в наличии никаких переключателей физических нет нет у нас направленного микрофона но есть вспышка фронталка находится довольно аккуратненько по центру заводская пленка защитную в наличии за что им огромное спасибо и 67 ватт зарядка как у нас говорят в нафин фоне либо в 6 6 а по моему 18 было в нафин фоне максимум там 33 было вот 67 ватт сейчас это быстрая зарядка 150 как я распаковал эйс там ультра быстро айкио 10 про на 200 ватт быстро а вот то что там было это жалкое подобие левой руки две физические sim карта взвесим это дело 321 весит 176 граммов смартфон высота 159 миллиметров ширина 73 миллиметра довольно компактный такой с блоком камер толщина десять с половиной и 7,6 толщина без блока камер вот так это все дело выглядит я думаю он вам нравится как мне иначе вы не кликнули на обложку правильно смотрим розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуальны разумеется самые постоянные это 5 mi band of 6 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео подписывайтесь с колоколом 30 числа каждого месяца на стримах все это дело мы разыгрываем еще что не добавляется стабильно перейдем же к смартфону полетели продажи имеется черная светло-зеленая и светло-розовая расцветка данной модели внешне смартфон выглядит привлекательный компактно вдобавок у него прямые грани но по факту сказать что он компактный супер прям я не смогу этого мне zenfone 9 или 8 и уж тем более не iphone 13 мини корпус по всей видимости выполнен из пластика тыльная часть матовая не маркая в руке без чехла как и с чехлом лежит удобно и пользоваться им даже одной рукой довольно удобно лично мне сборка неплохая на корпусе расположили кнопку питания качели регулировки громкости разъем избитой пси для зарядки версии 20 ну что делать и даже во флагманах такой старенький стоит также мы имеем два микрофона наличие и к порта это отличительная черта сяомитов и 2 стерео динамика звучание неплохое и хорошо что есть dolby atmos и кастомный эквалайзер мини джека не завезли что неудивительно официальный смартфон не имеет защиту от влаги и пыли но салазки прорезиненные так что имеем ввиду что что-то он выдержит летим дальше смартфон оснащен amoled dot дисплеем на 6,55 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек full hd плюс покрыт он корни на gorilla glass 5 серии соотношение сторон 29 контрастность 5 миллионов к одному цветовая гамма сто процентов с rgb и 10 и p3 глубина цвета до 68 миллиардов цветов матрица 10 битная плюс 2 бита настройка цвета true call a hdr 10 плюс и dolby vision на борту плотность пикселей с запасом 402 55 что отлично не супер запасом чтобы сильно быстро батарею поедал а просто очень хорошо яркость 500 нет в режиме максимальной яркости здесь 800 нет и пиковая яркость 950 нет по заявлению производителя при прямом попадании света на экран с включенной автояркостью яркостью слегка мне не хватает но в целом пользоваться смартфоном при ярком освещении можно частота обновления экрана 120 герц на выбор также 60 герц и динамическая герцовка точно 240 герц тест на частоту дискретизации сенсорного отклика вы можете наблюдать на экране результат хороший для подобного тача 10 мин вшит шим на 100 процентах яркости 19 процентов на 50 19 минимальный 7 целых одну десятую на нуле 12 показатели шима прямо радует глаза от экрана не устают даже при длительном использовании смартфонов автояркость датчиком внешнего освещения 360 градусов на борту и работает она хорошо и корректно под разными углами тон картинки слегка бросает в теплый оттенок always on display в наличии но только 10 секундные это прям эпичный файл аппарат вообще не дешевый очень странно что они завезли только на 10 секунд они прямо два шага назад в моем сознании сделали думаю в вашем тоже это не смартфон за 150 долларов чтобы его так обрезать мультитач на 10 касаний присутствует разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в экран и распознавание лица сканер отпечатков пальцев расположили низко но мы к этому уже привыкли во многих флагманов и не флагманах а в принципе в среднячках многих брендов так делают работает он стабильно без промахов но медленно зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца нельзя распознавание лица срабатывает шустро даже под углом внести биометрические данные можно до двух лиц далее хотелось бы отметить что приложение джойзи которая в стоке на смартфоне фоне мы лет картинку и конечно же это разочаровывает чтобы вы видели большее разрешение экрана и лучшее качество игры в цифрах но по факту получали ухудшение чтобы смартфон у них не перегревался ему не приходилось много тратить сил об этом уже весь интернет трубит но им все равно они все еще продолжают это делать с новыми обновами ничего не поменялось подбородок у экрана есть но он минимальный экран хороший смартфон также имеет функцию автоматической настройки цветовой температуры режим яркого солнечного света версии 30 режим чтения версии 30 и в целом экран имеет приятную цветопередачу четкую контрастную картинку или тем дальше процессор установлен qualcomm snapdragon 778 жизнь техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами максимальная частота которого 2,4 гигагерца я думаю вы с легкостью вспомните смартфон который продается на 35 процентов дороже с тем же процессором и позиционируются как супер мега флагман графический процессор adreno 642 или интерфейс миюай 12 global на базе android 12 оперативная память лпдр 4x и доступны на выбор 6 или 8 гигабайт внутреннее расширение озу есть на 2 гигабайта сверху же имеющиеся и это бесполезная штука внутренняя памятью fs 2.2 не самый худший вариант но тоже не топовый и на выбор 128 или 256 гигабайт и напоминаю что расширить внутреннюю память вставив micro sd возможности нет имеется поддержка вайфая 6 версии поддержка 5g сетей что для многих не особо актуально для 4g есть бэнды 7 и 20 связь ловит отлично смартфон звучание во время разговора хорошая микрофоны не подводили а датчик приближения ультразвуковой работает некорректно но лучше чем в пока не хотят они чтобы мы расслаблялись запись разговора на борту но с уведомлениями о начале записи собеседника вио lte и вио вайфай на борту вибромоторчик тактильно неплохой настроить уровень тактильной отдачи возможность есть bluetooth перед последней версии 5.2 nfc смартфон разумеется поддерживает ставим мир пэй и платим спокойно с мартом это вам не яблоко из навигации на борту gps глонасс галилео байдоу киуза tcs gps тест городских условиях показывает точность три метра что неудивительно и стандартно и лучшие данные для qualcomm а точнее он не может емкость аккумулятора четыре тысячи триста миллиампер часов писи марки в смартфон выдал 7 часов 3 минуты осталось еще 20 процентов заряда напоминаю что тесты я провожу на максимальной яркости и максимальной герцовки здесь это 120 герц один час просмотра видео на ютубе по вайфаю на ста процентах яркости улетает 14 процентов заряда за один час игры в геншин impact улетает 22 процентов заряда играть в целом на смартфоне можно но в настройках графики не выше средних смартфон к удивлению не понижал яркость diablo immortal на средних настройках графики при 60 fps играть можно но изредка проскакивают лаги опять же все как у всех и в тех же локациях с более легкими играми смартфон справляется хорошо но никаких проблем с тем же папгам танками или стендов 2 у меня не возникло смартфон поддерживает быструю зарядку на 67 ватт беспроводной зарядки нет заряжается он от 0 до сотки за 46 минут перейдем же к тестам тротлинг тест проходит не очень хорошо 211 гипсов минимально максимально 314 среднем 244 гипса на 100 потоках при 30 минутах гиг бенче пятом сингл кори 681 мульти кори 2849 3d mark показал wildlife 2479 wildlife extreme 656 wildlife стресс-тест 2471 wildlife extreme стресс-тест 690 slingshot extreme и slingshot 4628 и 6314 соответственно в антуту выдал результат 520 тысяч попугаев стандартно сторож что показал средние 37000 40 минутный стресс-тест прошел но с трудом результаты вы можете наблюдать на экране что странно для этого процессора результаты теста искусственного интеллекта 798 тысяч основной блок камер с тыльной части состоит из трех модулей двухцветный лет вспышки основной сенсор широкоугольный на 108 мегапикселей сверх ширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макро камера на 2 мегапикселя запись видео доступно максимальном разрешении с основного модуля 4к 30 fps 60 fps недоступна что конечно не радует цифровая стабилизация на борту оптической нет стандартная стабилизация спокойно работает в 4к 30 fps а уже сверх стабилизация только в 1080p 30 fps замедленная съемка максимум может снимать в максимальном разрешении 1080p 120 fps фронтальный модуль на 32 мегапикселя максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 fps также она имеет две подсветки с верхней части экрана что удобно и автофокусировку и фокусировку с отслеживанием глаз вдобавок зум для фронтальной камеры в стойке различных режимов более чем достаточно для подобного устройства фронтальный модуль неплохой но стабилизация видео у него никакая видеосъемка с основного сенсора днем хорошая стабилизатор отрабатывает отлично цветопередача неплохая но некоторые цвета уж больно контрастные микрофон справляется неплохо пример вы сейчас увидите на экране селами 12 light фронталка 1080p и роллинг шаттер если есть я его раз не вижу и 2 в сравнении сми 11 ультра это вообще не роллинг шаттер но ночная фронталка конечно здесь такое себе хотя если под свет встать основная камера 4к 30 fps максимум съемка с двух рук на месте видите как изображение плывет правда и зайчиков все равно он ловит меньше чем не 11 ультра обзор на которые был на канале уже нет это не камерафон но x6 мутно все разумеется на ультра ширик не приходит но все равно вот неплохо для основной камеры и по стабу он тоже пытается да по огонькам легко определить что у него это получается с трудом скорее всего в файле на компьютере будет все намного хуже чем я сейчас вижу и тремор вы будете видеть много всего но все равно неплохо на ультра ширик максимум 1080p 30 fps разумеется ночью ультра ширик способен только более-менее к фото видео это точно не то что не его конек а бессмысленное дело но максимум потом на смартфоне что-то посмотреть это на смартфоне с плохим и маленьким экраном ну что тест излюбленного нами двойного видео вот сейчас я вам показываю как это все при хорошем освещении выглядит относительно при контрастном освещении ну такое себе но единственный плюс видите как можно делать в режиме реального времени удобно разумеется паузу ставить можно хоть ведь можно и как всегда тестируем все это дело в режиме перехода переходов таких в россии хватает да и не только в россии на всем постсоветском пространстве видите что фронталка не справляется слова еще немного ночной основной камеры в 4k 30 fps видите как отрабатывает стаб встали и мутная дымка пропала шин конечно шума приличный но вот встаем и мы даже видим более менее кстати автофокус и сразу раз без гайки 2 без гайки 3 ну довольно удобно и и просто смартфону переключаться потому что объект крупный по цветам сильно отличается с окружающей действительностью еще погоняем его но вот здесь кстати ничего съемка если не дергать фронтальная камера 1080p 60fps это сяоми 12 light сейчас мне опять напишут что саня ты слишком блин быстро двигаешься надо в замедленной съемки чтобы камеру успевала справляться а еще лучше для этого взять какой-нибудь стабилизатор я в курсе всего этого как можно оптимизировать но если вы будете просто идти снимать себя с фронталки с этой по картинку вы получите вот такую как сейчас вы видите это неплохо учитывая что дождь движение но составом конечно не все хорошо у рима джете монстр explorer дишин джеки 2 все намного круче но с одной стороны с другой стороны она стоимость выше 4к 30 fps съемка со мной руки мурина и это у нас дождь раз автофокус 2 факта фокус 3 автофокус 4к 30 fps но довольно простой вариант когда ты просто не объект выбираешь а меняешь полностью сцену все равно справил справился неплохо тоже но чуть-чуть другая локация и особенность еще мало того что аппарат довольно долго разблокируется после того как он разблокировался притом он не был выключен он очень прилично подтормаживает но вот довольно неплохим освещением даже ночью а хотел похвалить с плохим освещением совсем все плохо с попытка освещения что-то вытягивает основная камера 1080p 30 fps ночь и включен суперстаб побежали побежали с двух рук снимаю и нет суперстаб конечно хорошо но разумеется но еще с таким разрешением это просто посмеяться минус это старая версия юсб тайп си и fs 2.2 для подобного смартфона не лучший выбор нет мини джека нет 60 fps для основного модуля нет полноценного always on display и в резюмирую разумеется я продолжу этот список цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео если промокоды смотрите в моем telegram канале по ссылке в прикрепленном комментарии там очень много веселых предложений бывает особенно во время распродаж вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки я туда обязательно скину промики резюмировать я бы хотел довольно просто этот смартфон и правда компактен с одной стороны с другой стороны весит он уже немало потому что 175 граммов это довольно приличный вес хотя и габариты у него как у 12x и вроде и стоимость была волшебна но была и только на алиэкспрессе к слову телеграм-канал мой смотрим со скидками и ловим там часто бывают предложение поприятнее чем этот смартфон за 23 600 вот этот римиджете на 3 в голобал очки я брал за двадцать две восемьсот и все кто мне пишут сани римиджете на 3 не был за 19 19 тысяч 6 рублей постил 26 июня можете мне в личку написать я вам скрин скинул и в телеге увидите тоже к чему это все к тому что вот это вот железка она намного круче чем вот эта железка и сравнивать их стоит только в одном случае если вам вот эти вот три миллиметра здесь и два миллиметра там критично если это не так если вам не нужен автофокус у фронталки и fs 2.2 snap вот этот 778 я от него лично не тащусь нет у него запаса то что делают сяомиты с этой приколюхой с играми когда они намерены ухудшают графику этой истории картина маслом притом они знают все и насколько это хорошо а обрезанный олбой сон дисплей в аппарате за 25 тысяч рублей 10 секунд и серьезно то есть если не хотите компакт такой то добавляйте еще десятку идите покупать 12x я это не поддерживаю аппарат я могу рекомендовать но опять же за стоимость не свыше 24 тысяч и только людям которым критичен размер понятно цвета унисекс габариты унисекс все равно будете носить чехли это не особо важно здесь гендер не имеет значения вот эти всякие штуки нет миниджека вроде плоский экран но я не скажу что я от него прям в восторге все хорошо все средне always on display тип внутренней памяти и процессор без запаса по мне убивает это устройство но опять же это мое мнение всем кто оставит любой комментарий под этим видео огромное спасибо девайсу от меня еще раз повторяюсь лично нет от рынка однозначно да я уверен что покупателей будет много и в целом 4к 30 fps вот было бы хотя бы 60 резюмирую было бы другое добра и удачи вам дорогие друзья